Всем привет! С вами Тони Дизер и сегодня у нас будет необычное видео. Вы скажете, нахрена ты его вообще снимаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты сравниваешь эти две абсолютно разные модели смартфонов? А я вам скажу, потому что есть что сравнивать. Вот серьезно, это у нас на секундочку Honor 8X и iPhone 6s. Обычный, не плюс версия, хотел сказать плюс. В чем будет смысл сравнения? Мы сравним с вами производительность, мы сравним с вами опыт взаимодействия и использования этих смартфонов. Мы с вами сравним начинку железа, то есть в принципе чем эти смартфоны могут выделяться. Мы с вами сравним формат использования, то есть вот этот смартфон и вот этот гигантский. Мы с вами знаете, что еще сравним? Мы с вами сравним операционки. То есть отличие операционок и какая более плавная, какая более продуманная, ну и все остальное. Хотя я в Twitter уже об этом писал, кстати, не раз, поэтому для многих это секретом сейчас не будет. Поэтому, что хочется отметить мне сейчас перед началом. Устраивайтесь поудобнее, запаситесь чем-нибудь, что вы будете хрумкать, пока будете смотреть с вами это сравнение. Ну а я потихоньку начну. С чего мне, естественно, хочется начать сразу, да, вот именно с первого прям Android iOS. Как бы операционные системы уже разные. Дальше, что еще у нас здесь, какая особенность? То есть экран здесь в iPhone 6s 4,7 дюймов, в то время как здесь 6,5 дюймов. И разрешение сторон здесь 16 на 9, здесь же у нас 19,5 на 9. То есть совсем разные соотношения сторон. Здесь IPS и здесь, соответственно, IPS матрица. И ну как бы это на самом деле интересный такой момент у нас, да, в сравнении. Потому что тип матрицы, он одинаковый. То есть нет здесь AMOLED или AMOLED. И раз уж мы говорим сразу про дисплей, что я хочу отметить, то что здесь дисплей лучше. Качество цветопередачи, качество изображения, все остальное, конечно, здесь идет лучше. В то время как здесь какие-то цвета более блеклые. То есть какую бы я цветовую температуру в настройках не выбирал, Honor, он просто не может показать такие же яркие, сочные, насыщенные цвета, как это делает iPhone. Я не знаю почему, но такие яркие цвета, как на iPhone. И я вижу только на Super AMOLED матрице, например, у Samsung того же. То есть если мы будем с вами брать Galaxy S7 Edge как пример. По параметрам, соответственно, что еще у нас здесь самое интересное. По параметрам, ну здесь на самом деле очень большая разница. То есть ширина здесь у нас 67,1 мм, а здесь 76,6 мм. То есть вы уже понимаете, да, разница какая у нас в обхвате. Ну так как у меня рука не маленькая, то мне, соответственно, и его обхватывать комфортно. Высота здесь у нас идет 138,3 мм, здесь же 164,4 мм. То есть вот этот вот, конечно, здоровый. Толщина здесь у нас идет 7,1 мм, здесь, соответственно, идет 7,8 мм. И вес самое интересное, 143 грамма, 175 грамм. Как вам такое? Нормально, на 30 грамм-то всего лишь, да? Основные, значит, характеристики, но здесь на самом деле все достаточно очень просто. Основная камера здесь идет 12 мегапикселей, фронталка 5 мегапикселей. Это здесь идет 20 мегапикселей. И, соответственно, фронталка здесь, по-моему, тоже 20 мегапикселей. Не знаю, сейчас я быстренько уточню этот формат. Точнее, мультимедийный фронталка 16 мегапикселей. Вот, что еще? Оптической стабилизации нету ни там, ни тут. И в то время, как здесь идет диафрагма 2,2 мегапикселя, ой, господи, 2,2 просто мегапикселя, здесь идет диафрагма 1,8, и что я хочу сказать, iPhone фотки делает лучше. Вот если так вот их сравнивать, то фотки iPhone делает лучше. Я не знаю почему, но действительно, получается, фотки более четкие, более насыщенные, особенно если ты делаешь в темное время суток, и здесь меньше шумов. В то время, как здесь шумов достаточно. И я не понимаю, как это работает, почему здесь диафрагма 1,8, то есть, в принципе, казалось бы, как в iPhone, господи, в Samsung Galaxy S7 Edge, там диафрагма вообще 1,7. Но он делает потрясающие фотографии. Этот же не вытягивает совсем. Может быть, софтерная обработка идет? Ну, фиг его знает, не знаю. Но это действительно очень, очень странно. На фронталку, опять же, они не сравнятся, потому что на самом деле фронтальная камера вот здесь, в Honor 8X, лучше. Там хоть и, ну, понятна разница, здесь 5 мегапикселей, но здесь 16. И разница, на самом деле, знаете в чем? В качестве фотографии. То есть, вот здесь фронталка стоит такая, которая прямо делает офигенные селфи. Я не знаю даже, что еще отметить. Но это просто видно и так, даже если ты приходишь просто в магазин и сравни, да, как делает фронталка Honor 8X фотки, и как делает, соответственно, на айфонах фотки. На айфонах все фронталки вообще дерьмищие. Я не знаю почему, но... Ну, то есть, знаешь, для инстаграмчика, да, для какого-то там такого, вот эта фотография, которую ты сделаешь на фронталку айфона 6s, она пойдет. Но вот этот снимает гораздо лучше. То есть, на Honor 8X даже видео на фронтальную камеру снимать гораздо интересней. Дальше идем в интересное самоограничение. Айфон 6s вышел хрен знает когда, поддерживает в Full HD в 1080p 60 кадрах и 4K видео. Honor 8X поддерживает только Full HD и 60 кадров, но вот это вот устройство, оно блюрит видео в 60 кадрах. То есть, здесь четкое изображение, здесь у нас, соответственно, получается все заблюрено нахер. Я не знаю почему так, софтом это, видимо, они править не собираются. Huawei и Honor, они вообще, в принципе, забили на улучшение этой прошивки. И, соответственно, ни 4K сюда не добавляет, ни электронной стабилизации, даже ничего вообще не делают. То есть, просто херней занимаются, выпускают патчи безопасности и все. Обидно, вот реально обидно. Тип вспышки и тут, и тут идут светодиодные. Но здесь есть трутом вспышка, то есть, она и теплым оттенком может подсвечивать. Здесь же просто одинарная вспышка и, соответственно, у нас с вами вот такой вот, как бы, поворот интересный. Дальше, про разрешение экрана. В iPhone 1334 на 750, в Honor режим 2340 на 1080. И тут пикселей не видно. То есть, вот, главный вопрос, да, если приглядываться, видно ли вот здесь пиксели, из-за того, что здесь, ну, получается HD разрешение чуть повыше, даже не Full HD. Вот так вот. Плотность пикселей здесь 326, здесь 396. То есть, ну, такое себе. Оперативная память, это самое важное. Здесь 4 ГБ, здесь 2 ГБ. Что хочу отметить из опыта использования, да, этих ГБ. В вкладке в вафф-браузере здесь перезагружаются. Здесь, соответственно, Google Chrome. Но в вкладке перезагружаются, но как-то, ну, не знаю, в принципе, одинаково. Вот, абсолютно одинаково. Поэтому в этом плане, конечно же, опять, ну, тут ничего не попишешь. Емкость аккумулятора здесь 1700, здесь, соответственно, у нас с вами 3750. То есть, вы понимаете, да, разницу какую. И про этот iPhone я уже много раз рассказывал. И у него убитая батарея. То есть, там 85% показывает, что емкость осталась. Но заряд падает рывками. То есть, соответственно, именно поэтому в этом плане, конечно, у нас с вами все гораздо печальнее. И давайте сейчас я, наверное, буду... Вот мне что нравится, здесь одинаково сделано. Ну, то есть, Huawei просто поиск от цеперли, на самом деле. И именно поэтому у нас получается такая вещь, что... Давай, Антутушка, запустись. Что одинаково. И вот вы видите разницу в Антуту. То есть, iPhone набирает 155 баллов, а Honor 8X 162 балла. Но, если мы пойдем с вами смотреть детали этого теста, то мы увидим, что CPU здесь мощнее вообще прям на... На вот столичком. На толику. В то время как GPU здесь слабенький. И играя в Call of Duty Mobile, то есть, соответственно, что могу отметить. На iPhone доступно, по-моему, ну, или средние, или прям высокие настройки графики. Здесь же только низкие. Ну, вот как бы и все. Интересно, что здесь пункты UX и MEM перепутаны. То есть, вы видите, да? Здесь память у нас, соответственно, 36.221. Здесь память вообще только 4.000. То есть, здесь прям вообще медлительная память. Но этого не ощущается. Я не знаю, почему тест прошел так. Но вот 4.000 показывает. И UX. Здесь 32.000. И здесь 32.000. Ну, там 200 баллов. Это, конечно же, вообще просто смех. И... Ну, просто смех. Так, а Geekbench у нас, кстати, стоит. Давайте сразу его посмотрим. Здесь стоит Geekbench 5. А здесь у нас должен быть Geekbench 4. Знаете, в чем прикол? На Android, значит, Geekbench выпускается у нас бесплатно. То есть, там есть платная Pro-версия типа, в которой там доступны еще какие-то новые фишки, помимо вот этих всех тестов. В то время как на iOS, каждая версия выпускается почему-то платной. Здесь мы, кстати, видим информацию более подробно о процессоре. То есть, здесь у нас, соответственно, процессор идет, по-моему, двухъядерный. Я, кстати, не знаю, можем мы посмотреть. Два ядра или... Не показывает, два ядра или нет. Печалька. Здесь-то понятно, что четыре ядра, причем здесь восемь ядер и четыре ядра на гигагерце 71 и еще четыре ядра на 2 и 19 гигагерц. Вот. Давайте посмотрим историю. По идее, в истории у нас с... Короче, иди ты просто, знаешь, куда. Вот туда. И, короче, пусть он сейчас тестирует CPU, мы с вами посмотрим заодно, что у нас да как. И сейчас, в этот момент, я начну плавно рассказывать про особенности владения и тем, и тем смартфоном, и опыт использования этих смартфонов в плане чего? В плане удобности ими. Ну, то есть, формат, да? Вот этот маленький, ну, серьезно, он малюсенький, и когда ты его берешь в руки, такое ощущение, что ты пользуешься каким-то прям устройством из 2000-х годов, да? То есть, например, я не знаю, там, самым первым смартфоном. То есть, он маленький, но он прикольный, потому что он помещается в карманы, он реально удобен, он не приносит тебе дискомфорт при движениях и еще что-то в то время, как вот этот вот, из-за того, что у него такие параметры, он просто гигантский. Его засовываешь в карман, и ты понимаешь, что, блин, ну, вот оно, все, как бы, ты уже не можешь нормально ногу согнуть, еще чего-то, то есть, он приносит тебе дискомфорт. Но, опять же, здесь, наверное, сказывается и автономность, то есть, здесь-то батаречка 1750, а здесь 3700. И вот в этом, конечно же, вся разница. То есть, этот живет на порядок, да, этот живет, короче, двое суток у меня стабильно, хотя, учитывая, что я его как использую, то есть, у меня в основном только как домашнее устройство, и, ну, я его использую так, чтобы, не знаю, лечь, поиграть там во что-то и все остальное. В то время как айфоном я пользуюсь постоянно, то есть, это основное мое сейчас устройство, я об этом писал, опять же, в Твиттере, поэтому, если не подписаны, то подписывайтесь туда. Что, айфоном я буду пользоваться постоянно, сейчас на днях жду аккумулятор, посмотрим, кстати, хороший придет или нет, поменяем его, и будем наблюдать за его автономностью. Кстати, аккумулятор должен будет прийти в повышенной емкости, но сейчас не об этом. Сейчас давайте перейдем плавно к пункту плавность операционной системы. Здесь очень это важно, потому что это действительно доставляет иногда дискомфорт, когда ты пользуешься смартфоном и видишь подлагивание, поддергивание, там, замедление анимации, еще какие-то фризы. У Honor 8X это встречается везде и постоянно. Например, открываешь ты, ну, не знаю, настройки те же, они открываются рывками, когда ты начинаешь что-то прокручивать, опять происходит какой-то рывок, как будто он хочет что-то там, что-то где-то подзагрузить, и после этого только он открывает это. В то время как на iOS 13, здесь на секунду стоит Build 13.1.3, то есть последняя версия на данный момент официально, хотя там уже третья быта вышла 13.2. Здесь все плавно, здесь безумно все плавно, и это прям вот влияет на то, что удобно тебе будет пользоваться смартфоном или не, то есть я привык к плавности уже, и когда я беру Honor 8X в руки, у меня прям отращение от того, что там все поддергивается. Опять же, вы скажете, типа, вот у меня Honor 8X, у меня он там не глючит, это у тебя все какая-то проблема. Ты включи управление жестами и попробуй жестами попользоваться, а то вы все такие умники, вы сидите на своих ссанах на экранных кнопках, а потом начинаете в комментариях умничать, а у меня не лагает, я знаю, что на экранной кнопке не лагают, а ты жесты включи. Потому что то, как работают жесты на iPhone X даже, это, конечно, вообще небо и земля, потому что здесь все подлагивает, все дергается. Вот я даже сейчас не понимаю, почему у нас iPhone прошел тест быстрее, чем Honor 8X, это совсем странно. Он как-то вообще затормозился на этом тесте и все. И вот мы видим, что iPhone, кстати, набрал 2572 балла в одноядерном и в многоядерном 4500. Посмотрим, сколько наберет Honor 8X. Так вот, что еще я хотел рассказать. Плавность, опять же, да. Тут же сказывается и, наверное, то, что на Android, опять же, да, есть вирусы, на Android, опять же, там есть всякие скрипты и все остальное. И раньше, я помню, даже вот на примере приложения Сбербанк, когда ты запускаешь приложение Сбербанк на iOS, оно открывалось моментально, сразу ты мог ввести пин-код или прислонить сардельку свою, и он тебя запускал, соответственно, в приложение. На Android было все гораздо хуже. То есть ты каждый раз, когда запускал это приложение раньше, оно у тебя постоянно сканировало систему полностью на вирусы. То есть ты не мог зайти в приложение в течение, там, минуты. Ты должен был 2 минуты, как минимум, ждать для того, чтобы зайти в него. Потом они выпустили какое-то обновление, и теперь, соответственно, антивирус там Сбербанковский, который абсолютно полностью следит за всеми твоими действиями на смартфоне, он, короче, сканирует все время твой смарт, и получается то, что сейчас, да, заход идет мгновенный. Но, опять же, что мне нравится в этом плане, да, то есть iOS, она более закрытая, она не позволяет, соответственно, всем вот этим приложениям запускаться в фоне самим, там, получать какие-то доступы, чтение с карты, чтение с памяти, просмотр фотографий и все остальное. Потому что на Android ты реально не знаешь, вот какое приложение может там собрать твои фоточки и анонимно отправить их кому-то. А на iOS этого просто нету, то есть кто получит на iOS все твои данные, так это только Apple, то есть никакой разработчик сторонних приложений не получит твои данные. Я уже не знаю, что говорить, давай побыстрее, господи, Honor 8X, ну это какой-то кошмар, я не понимаю, почему так долго проходит этот тест. Может быть из-за того, что здесь, конечно, Geekbench другой, здесь стоит на Android это пятый, он, понятно, бесплатный, а здесь я просто не стал его покупать, да потому что мне жалко отдавать 75 рублей на какой-то тест. Серьезно, что ли? Разработчики Geekbench, они, конечно, жадные, сфуучи, как прямо разработчики Твиттера. Трекусь мне не Твиттера, а этого приложения Твитбот, которое я, кстати, обзор уже тоже не один делал, и, кстати, на данный момент, получается, последняя версия этого приложения четвертая. Вот, мы с вами, короче, отвлеклись от пользования смартфонов, и что еще хочется рассказать. iPhone 6s вышел в 2015 году, в то время как Honor 8X вышел в 2018. Вы чувствуете разницу в годах? И iPhone 6s пишет видео в 4К, у него есть электронная стабилизация видео, потому что я снимал видео реально, и я прям держал Honor 8X и держал iPhone 6s, и шел, и снимал, и в итоге получилось, что на Honor 8X кошмар, как все трясется, а на iPhone работает стабилизация. И опять же, это 6s, то есть в 6s Plus есть оптическая, и плюс еще ко всему этому стабилизация. В iPhone 7 же изначально есть стабилизация оптическая, потому что они не стали там делать такое различие, что типа в Plus версии есть оптика, а в обычной версии нет оптики. Нет, там есть оптика везде, и это на самом деле очень круто. Далее, что еще хочется отметить? Ну, в OLTE поддерживают и те, и те смартфоны, то есть, соответственно, и вызовы по Wi-Fi, но в то время как здесь я включаю вызовы по Wi-Fi, они, соответственно, работают не со всеми операторами, потому что мегафон до сих пор это говнище не поддерживает. Вот это, конечно, классный тест. Вот я вообще сейчас вот этого теста не понял. Почему здесь вообще 1300-334 в одноядерном? Вот это нормально. Но я так думаю, что реально мы с вами спишем это на то, что разные версии Geekbench'а. Пишите опять же в комментариях, что вы по поводу этого думаете, какие у вас там тесты. Если вы можете скачать и проверить свои смартфоны, то напишите мне об этом, потому что это будет реально любопытно. Либо же Honor 8X ее бы дал. Я вот не знаю, как это по-другому объяснить. Дальше, что еще? Сейчас он закрылся нормально. Смотрите, что мы делаем? Мы с вами идем в Chrome. Я вам сейчас просто покажу, что я имею в виду. И да, казалось бы, стороннее приложение. Окей. Но почему вот здесь вот оно как листается? Оно даже вот сейчас подлагивает. То есть вот это меню. Вот-вот-вот-вот. Если в 50 кадрах будете смотреть, вы увидите подлагивание. И как здесь? Почему на iOS плавнее? Вот именно это меня и отталкивает от Android теперь. Я не знаю, на всех Android так или нет. Опять же, тоже пишите об этом в комментариях. Но вот это, ну это кошмар какой-то. Почему вот оно так лагает? И это, в принципе, встречается везде. То есть если зайти в настройки. Тоже как-то вот дергано. Вот все пипец как дергано. В то время как здесь, если я зайду в настройки, тут все плавнее. Вот сейчас чуть-чуть дернулось. Но так-то тоже все плавно. А здесь? Я не знаю. Раньше многие люди писали, знаете что? Что в OnePlus, короче, вообще вот когда ты заходишь в меню и вот так вот делаешь, то у тебя присутствует эффект желейки. Я проверял на OnePlus 5, там этого эффекта нет. То есть он, в принципе, отсутствует. И я не знаю, почему люди об этом писали. Здесь же сейчас я вижу просто подлагивание. Причем лютое, дикое. Давайте мы с вами сделаем еще вот что. Мы зайдем с вами в официальное приложение Twitter. Почему? Потому что... Вот, кстати, очень... Куда ты полез? Очень удобно пользоваться, опять же, приложением. И вот смотрите. Видите, как тут, да? То есть вот он пока подлагивает, пока подгружает все это. Происходит такая вещь. В то время как здесь... Просто плавненько все. Вот почему. Здесь даже прокрутка вон какая, быстрая. В то время как здесь, вот, просто, блядь, это набор лаг. Я не знаю. И после этого вы будете мне еще заявлять, что у вас плавно. Да хорош пиздеть. Вы просто сделаете лаги, не замечаете. Что еще хочется отметить? Опять же, про операционки. Про начинку мы с вами поговорили. Про батарею. Да, здесь батарея убитая. Потому что, ну, это пипец. Я не знаю, кстати, у многих ли при 85% емкости батареи он ведет себя так, что теряет заряд процентов и все остальное. Потому что, на секундочку, если мы сейчас с вами зайдем сюда, здесь есть вот такой вот отзыв. Человек пишет. Доброго времени суток. Имеется iPhone 6s, iOS 12.1.2. Аппарат чуть более трех лет. Аккумулятор ни разу не менял. На стольках показывает максимальная емкость 80. С кейсом он его, короче, носит, с дополнительным. И что самое интересное, пишет, что процент заряда падает рывками 92, 80, 63 и так далее. Без промежуточного значения. То есть, прям ровно как у меня. Иногда при на 20% включается внезапное. Это тоже самое у меня бывает. И я хочу менять в нем аккумулятор и хочу дальше пользоваться iOS. Потому что вот эта плавность, она, конечно, просто поражает. И было бы, конечно, здесь батарейка побольше. Но, в общем, ребята, основная мысль и основной посыл мой этого ролика какой? Что покупать сейчас, если у тебя не дофига денег? Взять ли iPhone 6s, либо новый, опять же, да, то есть он продает все еще новый. Есть также официально восстановленный, который чуть дешевле. А есть БУ. Что лучше взять, Honor 8X или iPhone 6s? Здесь я вам скажу так. Надо смотреть, для каких целей он вам нужен. Опять же, если вам нужна больше автономность, то вы можете взять Honor 8X. В то время как я с iPhone, опять же, проблем в автономности не испытываю. Это не испытываю, потому что у меня есть Powerbank. Но если у вас его нет, то как бы тут уже проблема в том. И преимущество, опять же, Android открытая система. В ней есть вирусы, в ней есть полная кастомизация, в ней есть, короче, абсолютно все, что ты можешь настроить под себя. То есть это как Windows. В то время как на iOS ты не можешь толком настроить оформление под себя, ты можешь только обои поменять. Но тут нет ни вирусов, тут нет ни скрытых скриптов. Здесь нету, соответственно, такой фигни, что типа у тебя план на приложение может получить доступ к твоим данным и все такое. Вот особенность. И опять же, здесь плавность. Здесь, соответственно, все офигенно круто и здорово анимировано. В то время как здесь все рывками. Потому что, ну, если хорошо, окей, я сейчас сделаю то же самое. Я включу три навигационные кнопки. Вот они у меня появились. И зайду в Chrome. Ну и что поменялось? Да вот ни хера не поменялось. Вот он как лагал, так он, блядь, и лагает. И опять же, да, кнопки. Вот мы используем вот эти на экране. Вот, вот это сейчас вообще нормально было. Я, то есть, промотал, а он только потом отдуплил, что надо настройки куда-то прокрутить. Я не знаю. Опять же, про быстродействие. Здесь он загрузился быстрее. То есть, сейчас мы с вами, знаете, что сделаем? Сейчас я с вами закрою вот здесь все приложения. А здесь закрою только камеру. И мы посмотрим, насколько быстро загрузится у нас приложение камеры. Давай. Почти одинаково, но здесь чуть-чуть побыстрее. Прям чуть-чуть, прям вот на донышке, как говорится. Центр уведомления. Ну, здесь действительно центр уведомления. Здесь все в кучу собрало. Поэтому, ребят, ну, я не знаю. Выбор действительно за вами, но давайте еще поговорим про то, что делать с этими смартфонами, если ты хочешь их, например, поменять. И будем рассматривать вариант, типа как iPhone 6s и Honor 8X в 2019 году и в начале 2020 года. Я бы продавал оба. Вот серьезно, я бы оба продал и взял что-то поновее вместо 6s. Я взял бы, например, 7-ку. Даже лучше подкопил бы, взял 7+, например, потому что он вообще еще интереснее. У него две камеры. У него, соответственно, больше батареи, больше экран, все остальное. А Honor 8X, ну, просто это такой смартфон, который... Вот если ты просто хочешь пользоваться телефоном как основным инструментом, да, то есть просто для тебя он инструмент, и ты не хочешь там с ним особо заморачиваться, да, ты можешь его взять. Но он тебе не поразит ни камеры, он тебе не поразит ни другими какими-то возможностями. Поэтому, ну, тут такое дело. У него автономность хорошая, у Honor 8X. Поэтому, я даже не знаю, тут выбор на самом деле за каждым, но в данный момент я оба их продал бы. И, кстати, я их Honor 8X продаю, потому что, как бы, как бы он надоел. Вот серьезно, спустя практически вот использование этого смартфона, я понял, что он для меня скучный, он подойдет только тем людям, которые действительно хотят только использовать смартфон, без всяких там наворотов, плюшек и всего остального. Потому что я не такой, я люблю, чтобы смартфон меня мог чем-то удивлять и все остальное. Он меня удивил только при распаковке и включении, да, как бы первые эти впечатления были. А сейчас я вижу, что операционку не обновляют, толком ничего нового не вносят. То есть, EMUI там версия скачет, версия Android скачет, но ничего в лучшую сторону не меняется. То есть, электронная стабилизация, про которую люди там говорят уже миллиарды раз, они, типа, говорят, что вот, давайте, принесите нам электронную стабилизацию. Huawei и Honor просто болт забили и все. Я удивлен, то, что Huawei и Honor, они, в принципе, знаете, что сделали? Они занесли сюда поддержку в LTE и вызов по Wi-Fi. Потому что раньше этого не было. То есть, ты покупал смартфон, у тебя, соответственно, не было в LTE, не было Wi-Fi. И когда у тебя поступал звонок, вызов, то смартфон перепрыгивал в 3G и 4G. И вот это меня дико прям раздражало. Но в обновлениях они это добавили, потому что это была прям такая ярая причина, по которой многие люди на форумах ныли. Сейчас же, как бы, я вижу, что даже электронную стабилизацию добавить не могут. А это средний ценовой сегмент, как бы. Сейчас он продается, там, почти 15 тысяч стоит, Honor 8X. И, как бы, что взять за 15 тысяч? Honor 8X, на который в программном плане забили болт и ничего нового не добавляют, только патчет безопасности. Или iPhone 6s, или, например, 7-ка за 15 тысяч. Ты можешь их, кстати, найти сейчас на Apita, на том же. Как бы, не знаю, там iOS 13, в нее постоянно что-то новое добавляют. Сейчас должна выйти 13.2, будет тоже, попытаемся посмотреть, что там. Поэтому важна, на самом деле, для меня, важна, вот, действительно, поддержка смартфона, софтовая. Потому что, если смартфон плохо поддерживается, то у меня пропадает интерес. Потому что я не любитель такой, знаешь, купил вот смартфон, да? Или, не знаю, кнопочную, звонил-ка какую-то, Siemens. Она не обновляется, и вот как тебе дали просто один набор функций, так он и остался. То есть, ничего нового не могут принести, или там, вот это вот, создают искусственные ограничения, как, например, сейчас в iOS 13.2 Beta 2 появился режим, когда ты можешь здесь, короче, в настройках видео, вот тут у тебя появляется кнопочка, и ты можешь менять разрешение видео, формат записи, то есть, 60 кадров, там, например, или 30 кадров. И его сделали только на iPhone 11 и 11 Pro. И, как бы, мне вот интересно, а почему не сделать на все модели, на которых поддерживается iOS 13? Это удобная фишка, и эта фишка не должна быть сделана только для одного смартфона. Это должно быть сделано для всех, потому что, ну, какой смысл? Здесь же мы видим то же самое в Honor 8X. То есть, в то время как там на многих смартфонах нет оптической стабилизации, потому что Honor просто не ставит ее, типа, вот это дорого, и все остальное. То есть, все устройства изначально задумываются, как урезанной версии. Они не завозят даже электронно. В то время как на Xiaomi Redmi Note 5, который у меня был, и который я, кстати, хотел сравнить вместе с этим, но так как у меня оба не получилось задержать их на руках, там была электронная стабилизация при записи видео. То есть, Redmi Note 5 поддерживал электронную стабилизацию, в то время как Honor 8X, самый популярный смартфон, опять же, сейчас в Индии и в других странах, тем более у нас в России. Я смотрю просто по количеству просмотров роликов про Honor 8X, у меня на канале реально людей полно, которым им пользуются. А Honor просто забили на этот болт и делают какую-то херню. Они просто повышают цифры в версиях обновлений, а толком-то ничего нового. Поэтому, ребят, я вот вам такое мнение свое субъективное сказал, соглашаться с ним или нет, опять же, выбор за вами, но я бы одних от обоих избавлялся. Но так как я, опять же, иногда скучаю по iOS, 6S я себе оставлю, скорее всего, в будущем. Может быть, потом обновлюсь на 7-ку, но Honor все. Я вот для себя понял, что этот смартфон 8X, он себя изжил. Ну и как бы вот такой вот мой вывод. Поэтому я не знаю, что еще добавить. В принципе, на этом, я думаю, пора заканчивать, потому что так ролик затянулся. С вами был Тони Дизель, все ссылки, как обычно, в описании. Вы всегда знаете, что прекрасно делать. Кто со мной согласен, ставьте лайки и пишите комментарии. Опять же, будет интересно почитать, кто пользуется какими из этих смартфонов, что вы у них наблюдаете. Поэтому пишите обо всех проблемах именно под этим роликом. Будем с вами прямо здесь общаться и смотреть. на наше с вами комьюнити, пользователей Honor 8X, iPhone 6S, ну и так далее. Все. Всем удачи. До новых встреч. Совсем скоро увидимся. Пока.